Девушки отдыхают В общем, я сохраняю традиции, что до замужства нельзя заниматься связью Трудно сейчас сказать, почему я так сделала Ну, я на тот момент думала, что я выйду за него, наверное Мне кажется, если занимаются сексом, то вдруг, ну это чисто мое мнение И вдруг они не поженятся, то ребенок останется без отца И как бы, ну это плохо, поэтому... Ну это, видите, это не только от меня зависит Сделали бы я аборт Если бы, ажи на тот момент предложил бы мне замужество, я бы вышла бы А если бы нет, то, наверное, и сделаю бы В Кыргызстане сексуальные отношения вне брака считаются табу Однако, как показывают некоторые исследования Средний возраст, когда молодежь Кыргызстана вступает в половые отношения, это 15 лет Ранние вступления в половую жизнь чреваты разными проблемами Такими, как ранняя беременность, заболевания, передающиеся половыми путями Эти проблемы возникают из-за незнания молодежи о методах предохранения И различных инфекциях, и в целом о сексуальных отношениях Очень много проблем связано с тем, что не все понимают, что есть сексуальное образование То есть, очень однобоко воспринимается термин То есть, сексуальное образование, это значит, мы будем рассказывать и научим вас, как, собственно говоря, осуществлять сексуальные практики Ну, хотя, по большому счету, сексуальное образование, это намного более широкое понятие, да? И оно включает в себя очень много важных вопросов В советское время была единая школьная программа по половому воспитанию Но после развала Советского Союза Подростки столкнулись с информационным вакуумом в этой сфере Одна из попыток заполнить этот вакуум была предпринята Альянсом по репродуктивному здоровью С помощью информационных прошур о половых отношениях и других вопросах Проект этот объединялся одной идеей Собираются вопросы молодых людей в области их полового развития И профессионалы отвечают на эти вопросы, то есть те вопросы, которые волнуют именно эту молодежную аудиторию И затем они получают адекватные профессиональные ответы в виде брошюр, где сам вопрос звучит и непосредственно ответ Эти брошюры вызвали волну негодования у некоторых общественных деятелей и религиозных представителей Общественные организации Кыргызстана возмущены распространением в школах брошюр по половому воспитанию подростков Правозащитники считают, что эти печатные материалы подрывают нравственность молодежи и агитируют к внебрачным связям Общественные организации Кыргызстана возмущены появлением в школах республики брошюр по половому воспитанию подростков Серия книг посвящена в основном репродуктивному здоровью, в том числе и проблеме абортов Это противоречит нашим духовным и моральным принципам нашего народа, нашего общества. Это была действительно серьезная работа, она была очень колоссальная, очень творческая. Я участвовала в этой работе на многих этапах, поэтому могу сказать, что это действительно буклеты, рожденные по запросу молодых людей. Здесь не учтены наш менталитет, наши взаимоотношения. Это же тонкая материя, понимаете? Издавать брошюру и распространять среди школ, где почти 85% составляют дети кыргызской национальности, либо узбекской национальности, либо дунганской, либо другой национальности, которые имеют более отличительный менталитет и понятие о таких вещах. И просто открыто писать такие вещи, я считаю, это неправильно. Детей уже с детства была возможность получать информацию, и опять говорят, с детства сразу страшно. Как это в детстве? Сразу рассказывать про сексуальные практики. И опять это почему? Потому что мы не понимаем, что сексуальное образование – это не только сексуальные практики. Сексуальное образование – это огромное количество вопросов. Почему мы не можем рассказывать о физиологии, об анатомии, начиная с ранних лет? Так же здесь говорится, у всех людей, в том числе и подростков, есть данная потребность в сексе, которая увеличивается по мере полового развития. Кроме того, заниматься сексом приятно. Это не агитация? А как тогда разговаривать, если не открыто? Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, потому что даже ребята, молодые люди, подростки, в конце концов, каждый сам для себя делает вывод, в каком возрасте, когда и как, и что делать. Я не думаю, что только потому, что получили информацию, произойдет сексуальная революция, и мы там пошли беременеть в 13 лет. Мы решили узнать, получают ли информацию молодые люди о половом созревании в школе или дома. А переход на возрасте? О половом созревании? Да. Может, еще не надо спрашивать такое? Изучали, но там про это не проходили. В школе проводят иногда конференции, ну, конференции по, иногда один раз в год для девочек. С 30 лет договорились только мужчины, там, с мальчиком мы проходили, не в октябре. Не очень подробно, да? Пока в 10 классе нет, может, в 11. Большинство молодых людей получают информацию о половом созревании и половых отношениях от сверстников или из интернета. Но отвечает ли качество получаемой информации реалиям современной жизни? В интернет-клуб пошел ребенок и написал, что такое секс. И там очень, вы понимаете, да, там, какой широкий выбор информации. И человек просто, ребенок, который еще не умеет анализировать, не понимает, он не может понять, что есть, вот, нормально. Что есть, например, почему там я, у меня меняется, там, скажем, голос, да, скажем, подростковник. Почему у меня растет, растет грудь, да, там, девушки. Почему там у меня округляются бедра в таком плане. Почему у меня начались месячные, почему у меня начались, там, полюции, да, мальчики. И вот когда мы вбливаем эту информацию, на интернете очень много информации. Ненужные, нужные. И там вам и кто-нибудь говорит, вот это правильно. Чаще всего информацию откуда берем? Это наши друзья, например, ну, я не знаю, может быть, сейчас дети продвинутые. Но когда мне было там 11 лет, я вплоть до 12 лет верила, что... Ну, в общем, как мы с друзьями обсуждали, будете смеяться. Ну, в общем, мы совершенно не представляли, что детей рожают. Это лишь часть нескончаемых дебатов об объеме и форме информации, которые должны получать молодые люди о своих репродуктивных правах и здоровье. Очень печально, что у нас такая ситуация. То есть, вообще, сексуальность, это до сих пор у нас табу, закрытая тема. И более того, сексуальность воспринимается чем-то, о чем нельзя говорить и из-за чего должно быть стыдно. И пропоненты, и оппоненты брошюр АРЗ соглашаются с тем, что молодежь нуждается в информации. Вопрос лишь в том, кто и какую информацию будет предоставлять молодежи Кыргызстана. Кыргызстана Кыргызстана Кыргызстана